Левел-дизайнер Arkane Стив Ли в 2017 году рассказал, что в основе геймдизайна компании лежит холистический метод. Он объединяет историю, геймплей и стиль в одно целое, заставляя каждую часть видеоигры поддерживать другую. Геймплей поддерживает историю через интерактивный нарратив, стиль поддерживает геймплей через считаемость окружения и affordance, многообразие возможностей использования предметов внутриигрового мира. А история поддерживает стиль через культурный контекст архитектуры и визуальных образов. Каждый из элементов для целостности картины должен быть пронизан общей идеей, которую постулирует игра. Эта идея — человечность, уважение к человеческой личности и ее существование вне зависимости от статуса и материального богатства. Дизонард, вторя своему названию, рассказывает историю человека, лишившегося статуса и любви. Весь сюжет он стремится вернуть свое звание, честь, спасти родной город и, отомстив обидчикам, вернуть трон законному владельцу. На первый взгляд, все довольно тривиально. Похоже, сюжет можно встретить в мировой классике у старика Шекспира в «Гамлете» или «Короле Лире». Но простой история Корва кажется лишь тогда, когда смотришь на нее опосредованно, не погружаясь в детали. На самом деле, обесчищенный, как понятие, не является неприемлемым клеймом для главного героя. Наоборот, это его благо. Лишившись чести, своего положения на социальной лестнице, Корва стал на одну ступень с простыми людьми. Тема неприсыщенного властью и богатством обывателя красной нитью пронизывает приключения обманутого лорда-защитника. Она связывает историю и методику ее подачи, превращая Dishonored в комплексный образчик для геймдизайнеров и сценаристов. Мы расскажем вам, как авторы пересобирают классические методы сценарной структуры и как из сценарных этапов развития героя и его взаимодействия с миром они создают геймплейные механики. Как личность главного героя видеоигры вступает в конфронтацию с философией Нитши и почему именно игрок должен разрешить этот спор. Причем тут серая мораль, древнеримские праздники и американские бандиты. Исследовал Dishonored для вас Иван Косолапов, а озвучил Дмитрий Зубарев. Приступим. История Для того, чтобы осветить обозначенные во вступлении темы, нам понадобится разобрать историю на составляющие. Делать мы это будем на основе пособия для сценаристов «Путешествие писателя» за авторством Кристофера Воглера. Выбор пал именно на эту книгу, и вот почему. Изображенные в ней схемы с повествовательными этапами основаны на структуре мономифа, о которой писал еще Джозеф Кэмпбелл в своем знаменитом анализе сказок и мифов различных культур под названием «Тысячеликий герой». Так Кэмпбелл вывел общие черты истории, роднящие сказания почти всех народов мира. Затем он обозначил их как этапы и положил на окружность, таким образом схематично изобразив построение большинства сказаний и легенд из мировой культуры. Что же сделал Воглер? Он преобразовал схему, сделав ее более гибкой, заменив полумифические понятия на что-то более приземленное и податливое интерпретации. Короче говоря, превратил исследовательскую работу в удобную методичку. Например, в то время как у Кэмпбелла в структуре имеются такие пункты, как сражение с братом, сражение с драконом, расчленение и распятие. У Воглера это все объединено в этап под названием «Испытания. Союзники. Враги». Благодаря концентрации на общем, а не на частном, разборке на сценария под авторством Воглера можно использовать для видеоигры, что мы и будем делать, тем самым примечая, как сильный интерактивный тип искусства может отличаться от неинтерактивного в плане подачи истории. «Дизонор» начинается с того, как безмолвный защитник императрицы островной империи Корва Атана прибывает домой в город Дануэлл после долгой командировки. Там он пытался найти способ победить чуму, накрывшую столицу империи. Поиск оказался безрезультатным, и счастливых вестей ее величеству Атана принести не смог. Это вступление — этап под названием «Обыденный мир». В нем авторам необходимо задать тон всему произведению, рассказать о герое, о ситуации, наметить вектор развития истории и вместе с этим не утомить зрителя, читателя, либо же, как в нашем случае, геймера. По первенству и отображению в видеоигре этап совпадает с классикой кинематографического сценария. Что в кино, что здесь, «Обыденный мир» нам показывают в общих чертах через проникновенные моменты, которые способствуют нашему пониманию главного героя, его целей и характера. Именно поэтому не успевает Корва сойти с лодки, как его встречает Эмили, дочь Джессамины Колдуин, императрицы. Девочка с радостью бросается к лорду-защитнику, целует его и предлагает сыграть в прятки. Видно, что между персонажами имеется тесная дружеская связь, если не что-то большее. Корва относится к девочке по-отцовски. В то же время рядом с ее матерью он не столь похож на охранника, сколько на кавалера. Так мир становится еще ближе, еще роднее для Атана, а через его призму, для человека, что с геймпадом в руках, внимает происходящему на экране. Но проходит минута, и становится понятно, что что-то не так. В прекрасном саду среди зеленых, аккуратно подстриженных кустарников на императрицу и ее свиту недобро смотрят прочие политики. Взгляд настораживает неспроста. Вскоре императрицу Джессамину убивают, а ее дочь Эмили похищают. Все это на глазах у Корва, которого, в свою очередь, обвиняют произошедшим и бросают в тюрьму. Когда спустя шесть месяцев в тюремную камеру Корва попадают ключ и клинок, тот незамедлительно находит им применение. Так начинается второй этап. Зов к странствиям. В нем герой вынужден посмотреть на свой мир под иным углом, увидеть его проблемы и осознать, что кроме него никто с ними не справится. В случае Корва проблемы являют себя более чем красноречиво. Пора действовать. Третий этап Отвержение Зова мы пропускаем. Он особым образом обыгран Дизонорд, о чем мы расскажем немного позже. Сбежав из тюрьмы, Атана сразу переходит к четвертому этапу – встрече с наставником, в котором, согласно классической схеме, пересекается с людьми, наставляющими его на путь истинный и дающими все необходимые предметы для его прохождения. Корва после заключения находит союзников в лице лоялистов – группы аристократов и простых рабочих, не согласных с властью лорда-регента. Они помогли сбежать оболганному лорду, а теперь хотят помочь спасти Эмили, дабы посадить законную правительницу на трон. Чтобы это сделать, необходимо уменьшить власть лорда-регента. Для начала требуется устранить Верховного Смотрителя Таддеуса Кэмпбелла, находящегося в сговоре с Берроузом – регентом. Таддеус находится в Винном квартале, первый большой и полностью доступный для исследования локации. На ней разворачивается этап преодоления первого порога – момент, когда страхи подавлены и настала пора действовать, сжигая мосты. Следующий этап – испытания союзники-враги. Самый большой по объему сегмент сценария, своеобразная сюжетная Плато, на котором герой знакомится с новым миром, в котором он новичок, наживает врагов и обретает союзников, сражается и выживает, все четче понимая, как ему двигаться к своей главной цели. В нем сконцентрировано больше всего приключений и конфликтов, в нем делаются ставки и копятся силы для финальной битвы. В обесчищенном этот этап объединяет третью, четвертую и пятую миссии – золотая кошка, королевский лекарь и прием леди Бойл, соответственно. На протяжении всех этих заданий Корва поднимается по социальной лестнице, на приеме у леди Бойл, выискивая своих жертв уже не среди канализационных стоков, а среди основного бомонда Дануола. На шестой миссии начинается следующий этап – приближение к сокрытой пещере, в котором герой, согласно сценарной структуре, наконец добирается до заветной цели. В Дизонорд задание с этапом называется «Возвращение в башню», и такое наименование говорит само за себя. Пройдя путь от самых низов до первоначального статуса особо высшего класса, Корва Атана возвращается туда, откуда был безжалостно выброшен в пропасть Смрада и смерти. Возвращается, чтобы положить конец бесчестному правлению предателя. И, собственно, тем или иным способом лорд-защитник осуществляет запланированное, пройдя этап «Главное испытание» «Битву с антагонистом всей истории». Далее престол становится свободен, и надо бы посадить на него Эмили. Сюжетное плато подошло к концу, и сценарий подбирается к своему завершению. Главного героя впереди должна ждать награда, получение того, к чему герой стремился весь сюжет, и обратный путь возвращения в свой обыденный мир. Первое — упомянутый трон. Второе — дорога к лоялистам в Пёсю Яму, где лорда встречают с улыбками и аплодисментами. Кажется, что теперь всё будет хорошо. Но нет. Многие геймеры утверждают, что поворот сюжета в этой части видеоигры предсказуем и не удивляет. Это неспроста. Дело в том, что так и должно быть. Ближе к финалу, то есть начиная от десятого этапа обратный путь, в кино и литературе зачастую подводят итог всей истории. Это делается неторопливо, но с включением всех тем затронутых сюжетом. Эдакий экзамен для героев. Как пример можно взять и Крёстного Отца, где сцены с крещением нового члена семьи Корлеоны сопряжены со сценами жестокой расправы новоиспечённого Дона со своими врагами. И возвращение короля, в котором хоббиты уже будучи в жерле вулкана, переживают и кризис взаимоотношений и откровенную вражду и главный мотив их совместной сюжетной линии – дружбу без тени подозрений и недоверия. Таким образом, финальная анфилада перипетии становится чем-то вроде экзамена для героев, повторением и закреплением усвоенного материала. Видеоигры – интерактивный жанр. Нельзя оставлять игрока без прямого взаимодействия с миром и сюжетом лишь для того, чтобы подвести итоги. Необходимо дать ему сделать это самостоятельно. Таким образом, сюжет упирается в одиннадцатый этап – возрождение. Что имеется в виду? Казалось бы, всё идёт хорошо. Лоялисты чествуют героя, а потом бах! И отравление – резкое увеличение ставок, ведь недавно основное действующее лицо было на вершине успеха, а теперь стоит на пороге смерти. Положение исправляет то самое возрождение, полностью оправдывая своё название. Здесь умерший в каком-либо смысле герой восстаёт из мёртвых. Он вновь встречается с опасностью, встречается в самой грозной битве из всех, которые были ранее. И он должен победить. Такой ответственный момент выпадает на седьмую миссию «Затопленный квартал». Торговый квартал Редшор некогда являлся финансовым центром империи, и финансовая активность в нём не прекращалась ни на минуту. После того, как прорвало плотину и поднялась вода, последовало мародёрство, сопровождаемое период немыслимого хаоса и резни. И вот когда последние представители высшего общества узнали и погасили огни, от Редшора остались лишь мрачная разрушенная оболочка, населённая ворами, дикими псами и крысами. Вновь пропустив через себя страхи и невзгоды, обычный житель Корва возвращается в паб Пёсия Яма. Миссия Лоялисты происходит на давно знакомой лорду-защитнику локации, которую теперь он видит в новом свете. Образ безопасного и родного места меняется на строго противоположный. В западной культуре одним из показателей грамотно выстроенного сценария считается зацикленность истории, когда финал как бы повторяет самое начало, заставляя посмотреть на него по-новому. Примеры непрощённый Клинта Иствуда или Король Лев Дисней. Сценарий Дизонорд преобразует форму, зацикливая историю в конце второго акта, когда Корва устраняет лорда Регента. Последние три этапа сюжета игры — это, исключая начало, которое служит мостом с прочим сценарием, полностью самостоятельная новая история, которая декларирует всё то же, что и сюжет до неё, но с удвоенной силой и скоростью. Герой как бы проходит все этапы снова. Это напрямую воздействует на человека перед экраном, обвиняя его в том, что он мог забыть, чему так долго учился. Мог забыть, что значит быть простым человеком. Следом история переходит к заключительному этапу — возвращение с эликсиром, в рамках которого персонаж должен возвратиться в привычный себе мир, но быть отличным от того себя, который когда-то из этого мира вышел. Он должен возвратиться совсем тем, что дало ему его нелёгкое приключение. Разворачивается сей этап финальной миссии под названием «Путеводный маяк». Продвигаясь к самому высокому зданию во всей видеоигре, лорд-защитник будет наблюдать за тем, как пройденный им путь отображается на мире вокруг. Финал — это момент, в котором геймплейные механики, о которых мы ещё поговорим, объединяются с идеологией и демонстрируют, во что превратился Дануал стараниями Корва. Если несправедливо обвинённый лорд не гнушался убийств, то путь ему перегородит не только встревоженная стража, но и полчища крыс. Если кровожадность не была чертой Атана, то вся локация будет лежать в тишине. В любом случае встреча с главным противником будет происходить в рамках одной философской модели. Только прибыв на остров, Корва уже победил. Почему это так, мы узнаем, если поглубже закопаемся философию истории обесчещенного. Рассмотрим символы и культурные аллюзии, запрятанные в ней, а также разберёмся, насколько досконально проработаны NPC в видеоигре, чтобы даже они следовали букве идеологического фундамента. Но перед этим необходимо закрыть белые дыры сценарной структуры и узнать, как классический миф был перенесён на рельсы интерактивного развлечения и от этого только выиграл в динамике и внутренней логике. Особенности сценарной структуры Dishonored Сразу стоит вернуться к сочленению второго и четвёртого этапов истории. Пропущенный разработчиком этап называется «Отвержение Зова». Его основная задача сделать героя объёмнее и живее через сомнение, идти или не идти в опасное приключение. Так зрители будет больше сопереживать персонажу, потому что сможет сопоставить его с собой. Однако есть одно «но». Этот этап сильно тянет время, оставляя место бездействию и самобичеванию, что допустимо для фильма, но не для видеоигры. Во множестве шутеров имеется проблема неживого героя. В связи с необходимой динамикой авторы бросают в бой персонажа задолго до того, как с ним познакомимся мы, геймеры. Мы не видим сомнений, мы не верим, что играем за живого человека. Наверняка вы лично знаете примеры Call of Duty, Q-Zone, Battlefield. Грамотно обосновать отсутствие третьей стадии одна из главных задач сценариста видеоигр. В Dishonored это сделано благодаря проработке первого сюжетного этапа. Его иммерсивность и значимость следующих за ним событий дает авторам возможность перейти от второго этапа четвертому без потери взаимопонимания между геймером и историей. Нам не нужно объяснять, почему Корво без единого сомнения рвется в бой. Мы лично участвовали в том, за что низвергнутый лорд идет сражаться. С точки зрения чувств мы получили объяснение поступком главного героя, но это только одна сторона медали. Другая сюжетная оправданность. На мотивацию действует незамысловатый факт. Корво сидит в тюрьме и скоро должен быть казнен. В драматургии такой прием называется отсутствие выбора. Такая проработка вопроса со стороны как видеоигровых возможностей, так и текстовых историй упреждает любой конфликт, который может развернуться из-за непонимания, почему главный герой делает так, а не иначе. Ну, правда, а что ему еще остается в такой ситуации? Подход Dishonored отличное и изящное решение. Дабы это понять, можно вспомнить Prey от той же студии Arkane. Чтобы быстрее перейти к действию и оправдать такой резкий переход главного героя от привычного мира к миру полному опасности, авторы используют амнезию и всеобщее непонимание. Морган Ю не знает, что делать, и потому делает все, что можно с точки зрения геймплея. В обесчещенном Корво, коим управляет игрок, с самого начала знает, что делать. Мы знаем, что делать. Глазами лорда защитника мы видим, как разлагается общество под властью лорда регента. Невиновного главного героя буквально скинули с педестала высшего сословия и отправили гнить к низшим слоям общества, а истинный предатель тем временем завладел троном, забыв о простых людях. Еще одним примечательным моментом является ночь перед отплытием Винный квартал. Корво засыпает и попадает в сюрреалистичный мир, где встречается с чужим, мистической сущностью, которая одаривает лорда-защитника сверхчеловеческими силами. То есть, по сюжету, Корво Атана засыпает, а потом просыпается другим человеком, он словно умирает во сне, преображаясь в настоящем. Такой прием называется смерть эго, имеющий место на этапе главного испытания. Используется он, дабы через натуральную или метафорическую погибель главного героя показать, к чему тот пришел и кем стал. Варкейн решили перевернуть традиционную схему, убив эго еще в самом связали повествование с геймплеем интерактивного нарратива. Команда отрицает необходимость этого приема в завершающей историю части, переставляя его из самого финала в начало повествования. Все, что происходит дальше, это деконструкция человека, как бы перешагнувшего себя, ставшего сверхчеловеком. Дизонард, Ницше и сверхчеловек «Завоевать себе свободу и священное нет даже перед долгом. Для этого, братья мои, нужно стать львом». Это отрывок из философского трактата Фридриха Ницше, так говорил Заратустра. «Сверхчеловек по Ницше — это человек неподатливой морали и неблюдущей социальных законов. Человек, который свободен от всех оков окружающего мира и стоит выше всех людских дрязг, высшим, собой и природой, которая выражена в образе льва». Еще одно характерное выражение, которое говорит о сути сверхчеловека, звучит так. «Поистине человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым». Конечно, Ницше дал куда больше признаков сверхчеловека, но мы сконцентрируемся лишь на этих двух, так как другие не соприкасаются с темами поднятыми авторами из Аркейн. Итак, море в цитате символизирует сверхчеловека, что только он способен впитать всю боль и несправедливость мира, не изменив себе и не оставшись в прежнем состоянии гармонии с собой и природой. В сценарии в моменте перед винным кварталом «Чужой» дарует Корва свободу быть выше людей и их морали, он превосходит их физически, что мешает ему преобразовать свое сознание. Но сюжет невербально подсказывает, что для авторов человек есть высшая ступень как раз за счет своих моральных качеств, которые могут как прогрессировать, так и регрессировать, отчего и зависит, какой мир человек будет видеть вокруг. Это подчеркивает финальная миссия. «Да, сообщают нам разработчики, сверхчеловеком действительно можно стать, отринув оковы всякой морали и человеческие треволнения, став свободным и не считаясь ни с кем. Но это будет путь в никуда. Когда интересы одного ставятся выше интересов всех остальных, это не может привести ни к чему, кроме опустошения. Сверхчеловеком можно стать, но за это поплатится весь мир. Выбрав путь хаоса, геймер подписывает смертный приговор обычным людям Дануола. Став сверхчеловеком, он убивает простых людей, принося их в жертву на алтарь самому себе. В это же время со второй цитатой философа спорит другой сценарный конструкт, положенный в рамки геймплея обесчищенного. Это влезть в шкуру оппонента, который в классической схеме расположен на этапе приближения к заветной пещере. Прием используется для того, чтобы лучше понимать желания антагониста, его цели и мотивацию. Благодаря нему конфликт становится глубже. Пример можно найти в культовом противостоянии Гарри Поттера и Волан-де-Морта, когда юный волшебник через воспоминания Дамблдора видит мир, каким его видел тот, чье имя нельзя называть. Авторы из Аркейна реализовали эту часть повествовательной структуры в виде мистической способности вселения, которая не только углубляет конфликт, демонстрируя жизнь, скажем, простого стражника, но и отсылает к идеологической основе, на которой строится сюжет. Корва, а через него игрок, всю игру пропускает сквозь себя людей, их грехи, неудачи и боли. Но рассуждения в таком ключе располагаются на основе их психологии, и их можно как принимать, так и не принимать во внимание, ведь геймеры, как известно, бывают разными. А вот способность вселения тяжело интерпретировать иначе. Корва в прямом смысле получает право делать человеком все, что хочет. Он становится этим человеком. Лишь моральные принципы определяют, чем закончится ситуация. Сюжет Dishonored отстаивает приземленное человеческое естество перед ликом соблазнительной вседозволенности сверхчеловека. Это делается не только через систему хаоса. Показателен момент предпоследней миссии, где лорд Атана входит в комнату дочери и наблюдает свой портрет. Он важный сюжетный элемент на этапе возвращения, который грамотно реализован в рамках интерактивного пространства без основополагающих изменений в нарративе. То есть даже человек, который никогда не играл в видеоигры, но знаком с классикой кино, поймет, о чем говорит этот небольшой фрагмент. А именно, он сообщает, насколько точно игрок понял идеологию Dishonored, на стене из разных фрагментов составлен рисунок. Если Корво старался придерживаться гуманных способов при устранении целей, то это его портрет с подписью Папа. Если же лорд-защитник пошел по пути террора, отринув гуманизм, то он увидит страшную маску наемника, повергшего весь Денуол в трепет. Так, видимо, должен выглядеть сверхчеловек. Да, гуманный путь прохождения это сложно. В таком случае мы лишаем себя права губить чужие жизни, мы отягощаем себя оковами морали и нравственности, мы сдерживаем свою месть и не даем гневу Корво вырваться наружу, но взамен получаем любящую дочь, счастливый народ и умиротворение, как в себе, так и вокруг. В то время как путь сверхчеловека, путь вершителя судеб и распорядителя жизней ставит нас выше всех остальных людей, получая власть убивать, сбрасывая себя оковы морали, мы навсегда теряем человеческий облик, а вместе с ним и все, что делает людей счастливыми. Сверхчеловек может возвыситься над людьми только ценою людей. И ты, Корво, все, что ты сделала, ты мог быть плохим из нас. Люди и их истории Особую роль в обесчеченном, как в интерактивной истории, основанной на иммерсивных механиках, занимает окружение. Люди и их истории и быт также задают определенный курс для морального воспитания игрока. И если о внешнем мире мы поговорим в отдельном блоке, то за истории и характеры возьмемся здесь, закрыв белые пятна сценарной структуры. Шестой этап, то есть испытания союзники-враги является самым большим из сегментов истории. В Dishonored он разворачивается со второй по шестую миссии включительно. В ходе него мы узнаем, какие люди населяют город и каким мировоззрением социальных низов и верхов он пропитан. Так, прибыв в винный квартал, мы наблюдаем жизнь низших каст общества – плакальщиков, рабочих и бандитов. Первые обездоленные и обессиленные болезнью одиноко шатаются в потемках улиц, где теперь влавствуют чумные крысы. Вторые или прячутся у себя дома, или пытаются покинуть город, либо встают под защиту одной из городских агломераций третьих – бандитов. Одной из таких является банда Боттл-Стрит, главарь банды бандитов Слэг Джофф. О нем и поговорим. Акцент, как и внешний образ персонажа списаны с Билла Мясника в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса из фильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Если посмотреть киноленту, то можно составить о личности довольно обширное представление. Это человек, который искренне ратует за свою родину, считая, что правом голоса на его родной земле должен обладать тот, кто так же, как и он, родился на ней. Как видите, в политическом контексте нельзя уловить что-то родственное предмету нашего сегодняшнего обсуждения. Сходства просматриваются, если копнуть еще глубже и посмотреть на реальный прототип образа Дэй-Льюиса Вильяма Пула, реальная историческая личность и прототип Билла Мясника. В свое время этот человек взял под контроль пожарные системы всего Нижнего Манхэттена, потому что городские пожарные службы не справлялись с возгоранием в районе. А еще он был протестантом, ярым противником католической церкви и эмиграции. В его взглядах тяжело не увидеть ноты гражданского национализма. Так, например, среди требований к желающим вступить в партию коренных американцев от Вильяма были следующие не быть католиком, а также быть американским гражданином, рожденным от коренных американских граждан. Пулу не нравилось огромное количество приехавших на его землю католиков, что впоследствии сидели в правительстве. Он не видел в них связи с землей, коей они управляли, родственных уз, а следовательно игру за ответственность. Слэг Джофф персонаж, не приемлющий мистическую ересь, наполняющую Дануал. Он резко негативно высказывается касательно непонятных обрядов, амулетов и так далее. Этот человек сугубо материалистического склада ума, который даже будучи бандитом остается лоялен к простым гражданам своего города. Черный рынок процветает. Каждому нужно снадобье, но далеко не все могут его себе позволить. Даже эликсир Соколова не помогает тем, кто уже подхватил чуму. Но если пить это зелье каждый день, заражение можно избежать. Некоторые банды наловчились покупать небольшое количество эликсира, разбавлять его водой и продавать. Должен признаться, если бы я не получал эликсир на службе, тоже пришлось бы покупать его на черном рынке. Черный рынок это социальный институт теневой экономики, рождающийся от спроса на товар, чье достаточное наличие или не может быть обеспечено в рамках законной экономики или запрещено на законодательном уровне. В Донуоле правящей верхушки не удалось обеспечить низшую прослойку общества достаточным количеством оздоровительного снадобья, из-за чего ситуацию пришлось взять в руки криминальным структурам, которые являются преступными по факту нарушения законов империи, что не мешает им быть героями для простого народа. Черный рынок эликсиров показатель нежелания верхов построить диалог с обыкновенными гражданами в связи с различным пониманием мироустройства. Слэг Джофф же, наоборот, прекрасно осознает, что это такое мир глазами представителя низшего класса общества, ведь именно эта каста живет в винном квартале. Частью этого мира на данном этапе сюжета является и Корва, он проникается трагедией низов. В этом фрагменте видеоигры бывший заключенный поднялся на ступень выше, далее тенденция продолжается. После винного квартала мы попадаем на уровень дом наслаждений. Это своеобразный мост между бедствующим классом граждан и сытым бомондом. Такой сценарный зигзаг в плане фундаментальной идеологии прекрасный пример резонанса стиля и нарративной задумки. В-третьей по счету миссия Атана оказывается в публичном доме, где сосуществует среди куртизанок, чье незавидное положение заметно невооруженным глазом, и государственного бомонда, который не стесняется использовать низшие слои общества для исполнения своих извращенных фантазий. Так просто и ясно показать низменность тех, кто находится наверху социальной лестницы, это дорогого стоит. Главное сюжетное задание на локации освободить Эмили. Особого внимания заслуживает тот факт, что девочка истинная наследница престола находится на верхнем этаже публичного дома, как бы возвышаясь над прочей псевдоинтеллигенцией, которая утопает в спиртном и плотских утехах с простыми людьми. Дом наслаждений это Рубикон, перейдя который Корво выходит на тропу иного социального класса. Еще чуть-чуть и история выходит на плата. Теперь четко ясно, чем все должно закончиться и финал маячит где-то невдалеке. Осталось последовательно избавиться от ближних лорда регента и посадить законную правительницу на трон. К этому моменту лорд-защитник уже побывал в шкуре заключенного и простолюдина. Четвертой миссии он приравнивается вышедшему из низов королевскому лекарю Антону Соколову. Примечательно, как на связь Корво и Соколова намекает повествование Ведь в эту миссию от Ана приходит аристократам вышедшим из низин. А также занимательны критерии ее прохождения. Это единственное задание в игре в котором надо не устранить любым способом а именно похитить персонажа. Соколов живет в богатом доме окруженный слугами аристократами и стражей. На улицах нет места больным и лишенным все как говорится чинно благородно. Согласно обрывкам его истории как-то раз Соколов путешествовал к берегам Пандусии большому и таинственному континенту к востоку от империи. Без сомнения многие из нашей команды настоящие морские волки с тех самых презренных пиратских судов которые расположились в серконосском архипелаге. Но они хорошие моряки или лучше сказать были хорошими моряками. Полковник из них погиб еще до того как перед нами показались ломанные утесы приветствующие гостей дальнего континента как его называют. Отрывок явный референс творчеству Германа Мелвилла В романе Моби Дик или Белый Кит капитан Ахав с яростью сражался с природой в лице Моби Дика желая укоротить ее Для Мелвилла корабль Ахава это образ капитализма неотступной машины идущей по своему пути к цели покорить мир. Моби Дик это природная переменная принижающая человека и утверждающая что человек не должен забывать о том кто он есть так в своем эссе о романе Мелвилла писал знаменитый советский литературовед Абель Исакович Старцев Битва Ахава с белым китом во втором романтико-символическом и фантастическом плане книги означает борьбу человека с враждебными силами закрывающими ему дорогу к свободе и счастью. В период написания Моби Дика Мелвилл невзирая на все свои разочарования еще глубоко верит в достоинство человека. Человек в идеале так велик так блистателен человек это такое благородное такое светлое существо что всякое постыдное пятно на нем ближнее неизменно торопится прикрыть самыми дорогими своими одеждами. Влияние романа на Дизонорд сложно переоценить однако в оригинальном сюжете произведения Мелвилла находит себе место лишь в нескольких четких образах. Куда сильнее оно чувствуется в дополнении клинок Дануола о котором стоит делать отдельное видео если зрителю конечно будет интересно. Так вот Соколов это один из образов в которых живет идея великого американского писателя но образ этот пересобран под реалии нашего дня под современные социальные проблемы и структуры развития сюжета видеоигры от Аркейн. Соколов в отличие от Ахава покорил природу во время экспедиции на Пандусию. Он поработил то что не давало ему покоя и сумел доказать самому себе что он выше общества выше простых людей к роду которых причислен по рождению потому когда пришла чума доктор и не вспомнил кто он есть он был уверен что мир поддастся ему вновь и судя по его рабочему месту он в это искренне верит потому что не знает какие ужасы происходят в кварталах где проживают простые граждане когда Корва приходит за Соколовым гений уже проиграл только он этого не знает но если раскрыть ему глаза то лоялисты получат очередного союзника величайший ум империи который глубоко внутри все еще остается простым человеком на таком идеологическом фундаменте взаимодействия равных сторон Корва и Антона развивается четвертая миссия пятая вовсе отрекается от умирающей прослойки населения и переносит бывшего лорда в квартал особняков кластер изнеженной буржуазии Дануола именно здесь проводит свой прием леди Бойл в честь праздника Фуги и именно здесь Корва должен вычислить под маской любовницу лорда регента и устранить ее тем самым пошатнув влияние предателя короны смысл и подоплека праздника Фуги Ну что же это такое? Праздник Фуги В рамках видеоигрового лора это время в конце года когда на сутки люди могут забыть обо всех нормах морали и вести себя так как им вздумается веселиться изменять убивать все скроет маска которая заменяет лицо все 24 часа Праздник Фуги это реверант в сторону карнавалов и праздников Западной Европы проходящих перед Великим постом Мардигра или Фастнахт Наряды переворот социальных норм все это сопутствующие веселью детали которые традиционно вошли в празднование Человек работавший круглый год под его конец имеет полное право веселиться и делать все что он хочет Люди выпускают пар Люди работают дальше Но Варкейн копнули глубже в рамках данной схемы они вернулись ко временам Санторнали римским декабрьским праздником в честь Сатурна когда рабы сравнивались с господами и могли сидеть с ними упаси боже задним столом Известно что многие аристократы предпочитают уезжать из черты города на время праздников небезосновательно боясь за свою жизнь Как видно не все переняли авторы ни о каком приравнивании богатого класса со средним в Дизонор нет и в помине бедняки веселятся отдельно элита отдельно В сочетании черт множества празднеств из разных культур родился обособленный образ Фуги в том числе через который в сюжете лорд-регент поддерживает свою власть Пока богатый класс развлекается не возникает и недовольства правящим меньшинством Стоит понимать что каждая революция это не только подвижки в сознании рабочих низов но и неудовлетворенность верхов которые обладают разной степенью власти Можно вспомнить классическую антиутопию Джорджа Оруэлла 1984 в котором партия давала людям бесцельную работу просто ради того чтобы они работали и не думали как и где живут В обесчещенном лорд-регент дает аристократии беззаботность увеселения и льготы так те не задумываются об изменениях нынешнего строя который так к ним благосклонен В рамках внутриигровой истории праздник фуги его объявления и празднования лежат на плечах главного смотрителя то есть то есть то есть наверняка и до появления чумы раз в год улицы Денуола наполняли толпы бесконтрольных граждан а Бомон жировал с не меньшим остервенением будем честны явно и сам лорд-защитник Корва Атана принимал участие в празднестве неизвестно препятствовала ли как-то сие вакханалии императрица Джессамина как и неизвестное ее мнение об этом торжестве потому кому нельзя однозначно утверждать что праздник фуги это акт принижения свобод простого гражданина империи нет само по себе это культурное действие наполненное историческим контекстом именно образ торжества во время чумы от которой толпами умирает простой народ демонстрирует бессовестность власть имущих так авторы перед окончанием шестого этапа проводят черту между противоположными образами взращивая отторжение к богатым слоям донуола тем самым направляя главного героя по предложенному видеоигрой идеологическому пути третьем действии аркейн на примере лучших сюжетов выстраивает финал заново давая корва пройти путь от никого до лорда защитника деконструировать свою собственную историю пусть в начале кульминации что эли что корва оказались там же с чего начинали приключения в одном они изменились они узнали мир в котором стремятся к своей цели теперь задача куда глубже чем была в начале не потерять моральные установки полученные на протяжении истории именно с такими принципами отана приходит к самому неоднозначному персонажу всего сюжета к тому кто собственноручно исполнил приказ регента обязав оболганного лорда страдать убийце императрице наемнику Дауду Конфликт Корва и Дауда Ища с ним расправа Атана узнает о душевном состоянии клинка Денуола услышит о муках совести и исходя из этой информации задумается над судьбой наемника Данный момент видеоигры особенно примечателен своей глубиной конфликта Дауд прямым образом виновен смерти императрицы это противник встречи с которым шла история но в самом финале видно что это не столько злодей сколько антигерой чью личную историю стоит рассматривать обособленно от прежнего опыта что уж говорить если даже его имя созвучно с английском Дауд что в переводе означает сомнение седьмая миссия ставит вопрос быть или не быть в конфликте с Даудом ребром благодаря чему проработка драматургии в моменте выбора становится самой массивной за весь сюжет почему в исследовании страх и ненависть в кинотеатре выяснилось что зритель больше всего предпочитает драмы Такое заключение сделал Алексей Обжорин на основе анализа 250 лучших фильмов по версии сайта АМДБ довольно известного ресурса о кино Предрасположенность к драмам связана с большим уровнем эмпатии и вовлеченности Этот жанр строится на раскрытии внутреннего мира главного героя на знакомстве зрителя с переживаниями и проблемами Когда кино демонстрируют только сцены направленные на вызов эмоций страха гнева или сексуального желания человеческий мозг не использует для реакции больше нейронов чем использовали бы птицы или рептилии Когда на арену чувствительного вовлечения ко всему прочему выходят вопросы культуры и морально-нравственной идеи то человек начинает ощущать фильм полноценно Вовлечение в сюжет и понимание персонажей переходит на совершенно совершенно новый уровень Долгоиграющий конфликт лорда защитника и дауда терзания второго знакомство с его мыслями и снами заставляют посмотреть на антигероя под иным углом тем самым еще больше проникнувшись историей и ее окружением Авторы демонстрируют идеологическую направленность сюжета через его участников даже отъявленный преступник опаснейший наемник города не есть окончательное зло Микроконфликт внутри глобального конфликта После затопленного квартала Корва возвращается в паб а затем идет штурмовать маяк Дануола в котором его ждут бывшие соратники Этот момент сценария достоин отдельного рассмотрения по двум причинам Он является итогом всей истории которая незамысловато демонстрирует чего герой добился и кем является а также этот фрагмент неразрывно связан с идеологией гуманизма в видеоигре Видите ли благородные зрители если Корва всю игру поддавался деструктивным наклонностям и не щадил своих врагов то в конце ему придется идти на свет маяка через полчища крыс и крупную заварушку устроенную между собой бывшими союзниками Если весь геймплей для игрока состоял из задушений и быстрых пробежек за спиной стражников то локация будет лежать в тишине Так или иначе только прибыв на финальную миссию Корва победит это момент который связывает окончание истории со всем прежним наполнением Ни в одном из сценариев развития лорду-защитнику не надо самостоятельно устранять никого из противников Чтобы понять причины этого следует обратиться к фундаменту на котором строится большинство конфликтов в истории отношения Кристофер Воглер описывает их как связь четырех сторон героя аниме женщина или мужчина отражающий женское или мужское начало в герое наставника персонажа служащего нравственным маяком для героя и тени антипода героя Дизонорд уникальный проект еще и потому что каждая миссия формирует для Корва новый облик тени оставляя облик аниме и наставника неизменным аниме это Эмили девушка ради которой ложно обвиненный лорд готов сделать буквально что угодно наставник это общество лоялистов которые помогают и направляют с самого начала а тень для каждого миссии разная то это Леди Бойл то Антон Соколов то Лорд Регент такой подход к построению истории называется центральным кризисом внутри каждого завершенного сюжетного сегмента имеется свое развитие кульминация и развязка пример Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега или психонавты Тимоти Шайфера антиподом такого метода является отложенный кризис весь сценарий постепенно подводит к развязке накапливая переменные для эмоциональной разрядки то есть катарсиса пример жертвоприношения Андрея Тарковского или Мор Утопия от Айс Пик Лодж Как можно понять отложенный кризис зачастую применяется в драме он обеспечивает наибольший эмоциональный подъем именно в финале однако видеоигры способны комбинировать методы предоставив драму в своем зените даже при центральном кризисе как то есть в обесчещенном конец истории Дизонард построен так как он построен в связи с отличительными чертами нарратива молодого по меркам прочих искусства видеоигра это длительное произведение строящееся на интерактивном взаимоотношении с человеком увеличенный хронометраж и большая вовлеченность позволяет сродни главному герою отходить от эмоциональных каруселей и переходить к новому этапу истории финал обесчещенного же увеличивает скорость и убирает моменты отдыха концентрируясь на безостановочном развитии сюжета в рамках стремительно меняющих сериалей сперва тень это дауд потом старая ветошь сразу после лоялисты прежний наставник становится антагонистом и получается что Корва остался без покровительства сверху он один на один против тех кто все это время его направлял и учил такое тройное увеличение драматического напряжения в самом финале рассчитывается с геймером за весь ранее пройденный путь развязка была в каждом сегменте но настолько больших ставок и развернутых взаимоотношений между персонажами еще не было именно поэтому концовка этого произведения построенного на центральном кризисе по напряжению сопоставимо с финалом истории на фундаменте из отложенного кризиса благодаря интерактивности хронометражу межличностным отношениям и пути который корва преодолел под управлением человека с геймпадом или компьютерной мышкой в руке лорд-защитник в финале сформировавшаяся личность со своей историей ему больше не нужен наставник почему и не страшно его потерять атана превзошел всех кто был рядом с ним он получил все необходимые навыки и моральные ориентиры основываясь на них он идет за своими бывшими союзниками являясь и героем и наставником в одном лице ведь ему еще предстоит научить Эмили аниму быть королевой превосходство корва особенно явно подчеркнуто через историю на последней локации ни одного из предателей лоялистов новоиспеченный отец может не трогать они сами умрут наложив на себя руки от ранения или отравления неважно важно то что персонажи признают свое поражение рассуждая об обязательной месте восставшего из низин лорда готового идти за своей целью до самого края земли к слову у него есть такая возможность недаром одна из версий финала разворачивается у края смотровой площадки маяка вот уж где и без контекста понятная метафора вывод по основе сценария подытожим вся история калейдоскоп самостоятельных рассказов где есть константный герой его союзники анима и тень которая в каждом рассказе меняется каждый новый сегмент предоставляет новую локацию для изучения деяния корва берут свое начало в тюрьме а заканчиваются в аналоге бара дура от мира гристоля дорога к финалу идет через тюремные камеры умирающие бедные кварталы зажиточные дома и королевские залы чтобы потом сделать еще один виток и перед самым концом напомнить в чем суть всего того что делал Атана суть спасения гибнущей империи суть в том что сам корва гибнет отвергая гуманность он перестает быть человеком превращаясь в монстра с маской вместо лица или не перестает это зависит от манеры прохождения еще за несколько лет до Прей Аркейн поставила перед собой задачу решить вопрос о человеческой природе Что делает личность личностью Если в произведении 2017 года к метафизическому понятию людской природы подходят через мысленный эксперимент повествующий о родственных чертах противоположных миров то в Дизонард измышления производятся на основе того как уживаются различные личины внутри одного человека Личность многогранное понятие Дихотомия добра и зла вот природное основание человека А уже эманация чего-либо из этого на окружающий мир через взаимоотношения с этим миром есть портрет личности который Эмили изображает перед финалом третьего законченного творения Аркейн Студио Если сюжет показывает как растлевает власть деньги как гибнет мораль и цивилизация под натиском животных инстинктов вызванных чувством безнаказанности то геймплей говорит о человеческой природе иначе через механики и даруемые ими возможности Геймплей Мир Dishonored сконструирован так, что противоречивая природа Донуола и его жителей просматривается через интерактивную составляющую проекта Авторы делают из сценарных приемов элементы геймплея или благодаря важным сюжетным предметам делают из геймера соучастника событий игры раскрывая об NPC то, что должно знать не каждому родственнику так игрока ставят прямо перед фактом неоднозначности города и его жителей в том числе и облеченных властью например один из элементов инвентаря постоянно напоминает Корва что кого бы тот не встретил в любом случае перед ним человек этот элемент называется сердце Джессамины история умалчивает реальный ли это орган убитой императрицы или нет но вот в его полезности сомневаться не приходится артефакт помогает главному герою находить мистические амулеты что улучшает способности а также раскрывает самые потаенные тайны людей рассказывает о них то что бывает те сами не знают так исчезает барьер сопереживаний и геймер видит уже не набор полигонов а личность механизмы взаимодействия с миром мир дизонард не делится на черное и белое им правит серая мораль наведя сердце Джессамины на Эсмо Бойл среднюю сестер семейства что пирует во время чумы можно услышать такое согласитесь подобные откровения заставят возмутиться человеком явив его как отрицательную личность а не наоборот но также можно услышать следующее дизонард а вот это уже другое дело и богатые так сказать умеют плакать а что насчет не раз упомянутого дауда и так во многом об офицере городской полиции можно услышать как так на подобном взаимодействии истории и способности персонажа которым управляет игрок строится второе дно мира дизонард укрепляется оно через живость и проработку донуола весь город построен на записках негласных признаниях аудиодорожках и тихих разговорах подворотнях слушая их получается собрать информацию которая позволит посмотреть на мир по-новому и может быть изменить манеру прохождения найти новые пути разрешения конфликтов и так далее имеются и сюжетные моменты призванные сильнее увлечь геймера и дать больше почувствовать проработку населения один из таких моментов игра в прятки с Эмили в самом начале он укрепляет ощущение девочки как личности а не 3D-модели как писал Кристофер Воглер в путешествии писателя спокойные личностные эпизоды очень важны для налаживания связи между героем и зрителем более глобальный пример момент с Даудом о котором мы говорили ранее в нем благодаря дизайну локации Корво натыкается на дневники наемника тем самым узнавая о его внутренней борьбе так через геймплей и его механики авторы заставляют проникнуться не только Корво и его трагедией но и прочими персоналиями как игрок спорит с философией видеоигры через взаимодействие геймплея и визуального образа или вот чужой пример когда нас как раз таки сковывают в информации и все что мы можем добыть на этом поприще невнятные обрывки до слухи с помощью которых тяжело построить целостную картину в самом начале Корво встречается с ним всесильной сущностью мира дизонорд которая дарует ему метку а вместе с ней и возможность выйти за грани человеческой природы дизайн чужого явственно говорит о его зловещей сущности черные глаза без рачков замогильный голос слухи что овивают персонажа также говорят о нем немного хорошего сердце о чужом сами разработчики отмечают что в нем есть что-то и от ангела и от демона его личность очень неоднозначна вместе с тем силы которыми он наделяет корва дает тому возможность выйти за грань человеческой природы и это подкупает анализ ситуации подсказывает что от чужого стоит держаться подальше лорд-защитник не должен забывать что он человек вместе с тем мотивации и механики подталкивают стать на кривой путь хаоса и деструктива так Аркейн формирует метаконфликт новый способ подачи сюжета и персонажей невозможной для кинематографа если произведению искусства нельзя вступить в прямое несогласие с тем кто его воспринимает то и конфликта не будет одновременно с тем как история и геймплей связаны они входят в конфронтацию так как придерживаются разных целях вот что об этом говорит Стив Ли для интерактивного нарратива не подходит фраза показывай а не рассказывай что очень популярно для кино как для визуального нарратива в видеоигре одного показывания или рассказывания не хватит Дизонард базируется на игроке и его участии чтобы игрок поверил в драму сделайте его участником драмы чтобы поверил в конфликт участником конфликта здесь необходимо показывать рассказывать и давать самостоятельно продвигать рассказ вперёд. Благодаря возможностям главного героя через планировку уровней авторы знакомят Корва, то есть нас, с миром, заставляет проникнуться им, вместе с тем предлагая не заниматься лишними раздумьями и пойти по менее долгому, но разрушительному пути. Геймплей способствует пониманию главной идеи видеоигры как раз с разных сторон, даёт возможность получать чистое удовольствие, ловко совершая десятки убийств, а также возможность скучно выжидать по углам, дабы обезвредить противника, оставив тому жизнь. Если в первом случае финал перекроет удовольствие горечью, то во втором, наоборот, вознаградит. Хотя вознаграждением назвать это тяжело, потому что как только появляется эмпатия к трагедии Денуола и его жителей, то и сидеть в тени становится куда проще. То есть скукота геймплея второго варианта перечёркивается вовлечённостью в истории города и его населения. А для того, чтобы сопричастность стала ещё сильнее, Аркейн визуально формирует мир, фокусирующийся на простом человеке. Но об этом мы поговорим в отдельном видео. А сейчас давайте перейдём к выводам на основе полученной нами информации. Вывод Не каждое произведение искусства содержит в своей основе идею. Творение может быть результатом интроспекции, потоком бессознательного, в котором уже зритель, читатель или кто-либо ещё будет искать смысл. Наверняка он его найдёт, но вот если он же попробует его обсудить с кем-то ещё, то, скорее всего, наткнётся на стену непонимания. Иной человек найдёт нечто своё. В этом проблема, когда автор сам не выбрал вектор идеологического развития своего произведения. Оно подвластно ветрам чужих размышлений. Актуальность Что первую, что вторую ленту можно назвать откровенной пропагандой. И это будет отчасти правдой. Фильм Изенштейна некогда поднимал пролетариев на борьбу с буржуазией, а кинолента Рифеншталь заставляла всю Германию поверить значимость своей расы. Нынче же, в идеологическом плане, это лишь пережитки прошлого. Но внешне броненосец Потёмкин – образчик революционных для своих лет методов монтажа и визуального повествования. До сих пор в большинстве мировых киношкол изучают, как снят фильм. Подобная ситуация сложилась и с триумфом. Планы, масштаб, умелое концентрирование на одной человеческой фигуре в окружении сотен тел. Фильм по сей день смотрится свежо и впечатляюще. Но внутренне нет и следа былого величия. Автор рискнет предположить, что с Dishonored такого статься не должно. Видеоигра поднимает вековые вопросы человеческой природы, рассуждает над тем, что такое простой человек и насколько он важен для истории социума. Эта тема вне актуальной повестки, которым пока живо людское самосознание, не страшно устаревание. Почему оно не страшно и произведению Аркейн? Можно осмелиться и даже назвать Dishonored идеальным искусством. Dishonored. Какое это искусство? Хотя нет, стоит уточнить, что «искусство» — понятие очень растяжимое. Наш зритель мог подумать, что мы рассматриваем искусство только в рамках структурированных историй. Это не так. Вот что писал об искусстве британский философ Робин Коллингвуд. Искусство — это итог и выражение внутреннего и внешнего по отношению к творцу мира. Для Коллингвуда искусство было процессом и результатом декодирования восприятия того, что происходит вокруг нас, и того, что происходит внутри нас, с последующим соединением этих двух эманаций в нечто одно. Это нечто же двигалось дальше. Оно, отходя от человека, его сотворившего, идет к человеку, который будет его воспринимать. Результат восприятия, в свою очередь, то, что позволяет произведению не кануть в лету. Стоит понимать, что от творца зависит, хочет ли он делать свои эманации или нет. У произведения искусства может и не быть целью вызывать эмоции. Плюрализм в среде людского самовыражения почти не имеет границ. Однако обесчищенный — не тот вариант, и потому он принадлежит к иному типу произведений. Еще Николай Чернышевский писал о подобных творениях. Общественное в жизни — вот содержание искусства. Человек, соприкасаясь в искусстве тем, что знакомый ему в обыденности, особым образом ощущает произведение. Когда оно затрагивает актуальные для человека темы, катарсис, получаемый от финала, становится лишь проникновенней. Искусство, где затрагиваются сложные социальные темы, — неотъемлемая часть жизни общества, так как сам социум культивирует образы из личной жизни в искусстве, заставляя себя по-новому посмотреть на нечто приевшееся или, как может казаться, нерушимое. «Дизонард» — такой тип произведения, досконально изучающий природу человека и власти. Подобные творения остаются в веках благодаря повсеместной актуальности подымаемых тем, а не революционности стиля или манеры повествования. Это удивительное произведение, которое не поддается ветрам чужого вольнодумства. Его идеологический фундамент очень порочен, и это можно понять, если копать, скажем так, вглубь. Так станет понятно, что авторы конфликтуют не только с идеей сверхчеловека. Добро и зло. Хороший и плохой. С Ницше Аркейн общается на основе еще одного произведения — «Генеалогии и морали». Этот трактат представляет из себя авторское высказывание, адресованное самому себе времен написания — «По ту сторону добра и зла». В генеалогии немецкий философ рассматривает историю морали, пытается понять границу между «хорошо» и «плохо», а также «добро» и «зло». Постепенно автор приходит к выводу, что «хорошо» и «плохо» не тождественно добру и злу. Добро, как и зло — личностные качества, которых можно судить, исходя из повседневного поведения человека, его быта и мироустройства — «хороший» и «плохой» — конструкты, позволяющие в общем плане описывать человека, абстрагируясь от его личности. То есть «хороший» в общем понимании человек может быть злым, бедняк может желать смерти зажиточному гражданину, а обманутый лорд-защитник — кары для тех, по чьей вине он потерял всё, что имел. Ровно так же «плохой человек» может быть добрым диктатором, что не даёт своему народу и головы поднять, искренне ратует за свою страну. Генеалогия морали — это труд, демонстрирующий, что разграничение понятий «добро» и «зло» или «хорошо» и «плохо» является неблагодарным делом. Систематизации поведения человека и его принципов невозможна в связи с тем, насколько сложное с точки зрения психологии существо этот самый человек. В дополнение к разговору о серой морали мира Дизонард хочется показать, в какие крайности уходят авторы, показывая неоднозначность морали. Пример — лорд-регент, чьи мотивы никак не облагорожены высшим побуждением — сердце. История знает, что власть способна развратить разум настолько, что не остаётся никаких моральных принципов. Их заменяет популизм, жажда наживы и личной безопасности. Всегда найдутся люди, которые при любых обстоятельствах откажут окружающим в добродетели. Берроуз — такой человек в Дизонард. Не всегда стоит зарываться в личностные мотивы и стараться найти там высший замысел. Человека стоит попытаться понять в любой ситуации, что мы наблюдали в случае Леди Бойл. Но это не значит оправдать его действия или стать на его сторону. От понимания цели не станут благородней, а в индивиде не найдётся крупица сострадания и доброты. Иногда, чтобы осознать, что перед тобой чистое зло, являющееся ещё и плохим человеком, не нужно большего, кроме анализа его дел. Понимание необходимо для того, чтобы не повторять ошибок. Мир так же сер, как и однороден. Всё индивидуально. И на этом построен Дизонард. Команда Arkane намекает игроку о необходимости быть противопоставлением вышеуказанному примеру. Но что значит быть противопоставлением? Ведь Корво тоже не идеален. Будучи, в принципе, хорошим человеком, он сам по себе злой. Потому что жаждет мести. А месть, согласитесь, понятие далёкое от благородства. Тут вот в чём дело. Месть — это действие индивида или группы, целью которого является причинить вред тому, кто причинил его ранее этому индивиду или группе. Физическое насилие, убийство, подрыв власти и запугивание — это всё можно считать местью. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Так когда телесные повреждения или вовсе экзекуция не нужна, зачем к этому прибегать? Если Корво не видит в этом смысла, он не будет совершать подобных деяний, вместо того направляясь к истинной цели — справедливости. О природе справедливости разговор тоже получится немалый, потому оставим его на потом. В рамках обесчищенного нас волнует лишь то, что здесь, на престол после рана почившей матери, должна сесть её дочь — Эмили. Этого лорд-защитник и добивается. Мародёрство и бандитизм — это методы, призванные напугать вышестоящую власть, ухудшить экономику и жизнь как простым гражданам, так и лорду-регенту — это методы, которые лишь могут быть применимы. Но они необязательны. Для того, чтобы Эмили оказалась на законном троне, достаточно шпионажа и нелетального устранения участников заговора по захвату власти. Поэтому в Dishonored есть система хаоса, она как бы искусственно сдерживает игрока от погружения города в пучину безумия. Как бы потому, что на фундаментальном уровне причина абстрагироваться от жестокости есть и без неё, однако, чтобы их понять, необходим аналитический подход к произведению, что присуще не каждому магистру геймпада и клавиатуры. Или же глубину можно просто не заметить при первом прохождении. Коммерческий продукт должен быть интернациональным, и потому такую важную деталь, как важность сохранения порядка, объясняют в самом начале кампании через простынку текста. Игрок не приходит к пониманию этого факта через геймплей, как было, например, в Spec Ops The Line. В случае Dishonored подобный подход не сработал бы. Если сохранить метод Jager Development, то никакого immersive sim не получится. Потому метод Arcane кажется более уместным именно для того фундамента, на котором построено их детище. Кульминация Обесчищенный — беспрецедентный случай произведения, где рассмотрены все грани человеческой натуры. Авторы подталкивают геймера быть воплощением добродетели, выражая в этом человеческое естество. Вместе с этим дается возможность рассмотреть иную крайность, которая демонстрирует, что может быть, если окончательно потерять себя как личность и часть социума. Если человек по ту сторону экрана проникнется трагедией и воспримет набор полигонов как личность, то основной лейтмотив его уже не отпустит. Подкрадываясь к очередному охраннику, он будет знать, как ему поступить, потому что нет ничего хуже, чем убить человека в городе, в котором и без того умирают люди. Даже последнего злодея человек может простить, ведь тот когда-то тоже был человеком. Мораль, как и личностный нрав, изменчивы. Возможно, он еще выберется из этой клоаки, в которую себя загнал. Не Корво его судить. У него другие цели — защитить Эмили и посадить ее на трон, о чем сообщает особенный нарратив произведения. Он демонстрирует, что эти цели контекстуально константны, а как их поймет геймер — индивидуальный вопрос. Однако, благодаря особой систематизации подачи истории, отличная от кинематографии, авторы постарались раскрыть фундаментальную идею большинству без потери в динамике. Конечно, есть видеоигры, использующие стандартную кинематографическую модель повествования и не попадающие в просаг со скукой геймплея в рамках такой методики. На субъективный взгляд автора можно выделить God of War и Red Dead Redemption 2, о которой тоже можно объемно поговорить, коль у зрителя возникнет желание. Но Dishonored идет своим путем, что игре только на пользу. Она предоставляет новый взгляд на синергию идеи, пронизывающие все наиважнейшие компоненты нарративного произведения и ее аудиовизуального раскрытия. По сути, Dishonored говорит на одну тему, но делает это объемно и с пристрастием. Напоминает, что главное — оставаться людьми. Десять лет назад, когда твои волосы превращаются белыми, и ты перейдешь из этого мира, Empress Emily, Emily the Wise, на высоте ее силы, будет расслабить твоё тело в своей мать. Потому что ты больше для нее, чем Ройал-Протектор. До свидания, Korva. Отдельно благодарим следующих из них. Александр Занько, Евгений Пархоменко, Игорь Бука, Алекс Кэт, Марина Анисина, Ирина Крысина, Валентин Михлер, Ингвард Длинный, Владимир Викторов, Антон Назаров, Реван, Слава Тетеев, Дарья Мантлах, Инидекс, Майкл Кланин, Фанина Занина, Фёдор Жанов, Алексей Антонов, Ярослав Белоус, Нантерфал, Вилл Хантинг, Никита Бронников, Блабла, Игорь Керничный, Лисидмал, Адам Забродский, Симеон Шварц, Стас Иванов, Владимир Черепан, Дартаан, Александр Почасов, Арми Вулф, Григорий Ревенко, Виктор Трофим, Юрий Лапшин, Иван Романов, Край Хавок Армор, Эдуард Маченко, Спирит Хероу, Косарев Юрий, Михаил Шумилов, Константин Лукьян, Юлия Новикова, Хемик, Николай Табаков, Артём Мангилёв, Юрий Домничев, Оксана Яковлева, Крис Темпер, Руслан, Владимир Плохих, Эммти Чайлд, Алексей Терентьев, Сноумейс Шапкис, Сергей Вагабов, Алекс Ноль Трибай, Кулевский Сергей, Мэдалин Эшер, Дмитрий Кокорин, Персонал Смайл, Кирилл Катунин. К слову, если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе. И, как обычно, не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч!